В эфире Вести Ульяновск, в студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. ГВС отключает. В Ульяновске начались гидравлические испытания. Сколько они продлятся, расскажем в выпуске. Их называют сёстрами милосердия. Медработники отметили профессиональный праздник, многим вручили награды. Уехали за победой. И ульяновские студенты отправились в Ставрополь на всероссийскую студенческую весну. Губернатор Ульяновской области осмотрел дороги в Теренгульском районе. Там же состояло совещание по дорожному сезону в целом. Подробности у нашего корреспондента. Реверс, снятое дорожное полотно, тяжелая техника для ремонта встречает автолюбителей, еще не доезжая до самой Теренги. Дорожный сезон в этом году в районе открыла федеральная трасса М5 «Урал». Профиль дороги меняется, улучшаются характеристики дороги, усилие дорожной одежды, обочины расширяем. Из третьей категории дороги мы переводим в вторую категорию. То есть возможность безопасности движения организации здесь будет. У нас меняется здесь 20 труб, меняемся мы в рамках капремонта. Остановочные павильоны ставим дополнительно, 10 павильонов будут здесь стоять. То есть мы делаем для безопасности дороги. И где-то порядка 9 километров у нас здесь будет проходить барьерное ограждение. Ход ремонтных работ осмотрел Сергей Морозов. Всего в этом году на дороге в Теренгульском районе планируют выделить более 800 миллионов рублей. Большую часть потратят на федеральные трассы. На районные пойдет всего 41 миллион. В самой Теренге отремонтируют улицу Дубрава. В Ясашной Ташле сделают переправу, которая соединит Теренгульский район и Кузоватовский. Асфальтом покроют еще несколько дорог. Мы взяли в собственность регион автомобильную дорогу, которая проходит по населенным пунктам. В Ясашная Ташла. Поэтому в этом году мы обязательно ее отремонтируем. Были вопросы по мостовому переходу, который находится на этой автомобильной дороге. Поэтому были проведены экспертизы. Сегодня найдено техническое решение, как его отремонтировать. Здесь же в Теренге обсудили и судьбу областных магистралей. В районной администрации состоялось совещание, на котором губернатор предложил переформатировать программу ремонта и строительства дорог в проект под названием «Безопасные и качественные дороги Ульяновской области». Вопрос не в смене названия. Вопрос вообще в целом в смене философии, идеологии, которые мы с вами сейчас будем применять, к тому, чтобы территория Ульяновской области была максимально безопасной и комфортной. Главной задачей Сергей Морозов обозначил, как можно быстрее запустить новый проект. Причем важно, чтобы он учитывал стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года. Вас с Рассадиной Любовь Фомичева, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Теренгульского района. В Ульяновске начались отключения горячей воды. Жители просят с пониманием отнестись к плановым гидравлическим испытаниям. Специалисты объясняют, это обязательное технологическое вмешательство. Оно всегда сопровождается отключением ГВС. И этот ограниченный период без горячей воды напрямую влияет на качество теплоснабжения в отопительный период. Несколько лет назад была применена практика сокращения сроков проведения гидравлических испытаний. И это привело все-таки к повышенной аварийности. И сегодня мы наставим, чтобы администрация контролировала и проводила испытания в полном соответствии с этими сроками, для того, чтобы каждое слабое место, каждый участок трубы, который подлежит ремонту, был выявлен. И уже до 15 июня администрация подготовит обновленный перечень мероприятий по подготовке к топительному сезону. А если у жителей есть вопросы, связанные с гидравлическими испытаниями, то можно обращаться на единый телефон контакт-центра 737-911. Так, с сегодняшнего дня приостановлено горячее водоснабжение в Дальнем Засвияжье и на Опытном поле, на Верхней террасе и в Новом городе, на улицах Крымова, Шевченко и Карла Маркса. Там по плану они продлятся до 27 мая. В микрорайоне «Искры» испытания планируют завершить до 16 мая. ГВС будет отключено также в Ближнем Засвияжье, в Ленинском районе, в 4-м микрорайоне с 28 мая по 10 июня. На Нижней террасе с 14 по 25 мая. В Кендиаковке с 28 мая по 6 июня. В поселке «Мостотряд» на уютной Любови Шевцовой, Ульяны Громовой и комиссары Иванова с 18 по 29 июня. График отключений есть на сайте мэрии и на основных новостных порталах Ульяновска. Люди с большими сердцами в минувшие выходные свой профессиональный праздник отметили медицинские сестры всего мира. Создание этой службы принадлежит англичанке Флоренс Найтингейл во время Крымской войны 1853 года. Последовательно она внедряла и принципы санитарии, за счет чего снизилась смертность. А в нашем регионе тоже немало медсестер с большой буквы. Далее о них и пойдет речь. Нормально все? Ничего не колет, не жгет там? Нет, все хорошо. Хорошо. Ну тогда лежите. Валентина Солодовникова – медицинская сестра в нейрохирургическом отделении областной больницы. Работает здесь 26 лет. Пришла после учебы и сразу судьба устроила ей испытания. Когда я только-только пришла, там у нас была экстренная нейрохирургия, больной поступил, у него психоз был. Тогда вот очень на первый этот у меня попался. Было очень тяжело с ним, потому что он не слушается, туда-сюда бегает. У него долго успокаивали, но все-таки в итоге он вылечился, пошел домой. Справились мы с ним, да. С тех пор Валентина Солодовникова блестяще справляется со всеми своими обязанностями. Тому свидетели и ее коллеги. В нашем деле всегда важна ответственность. Она работает у нас в процедурном кабинете, и там, соответственно, назначаются лекарства. Если какое-то лекарство не сделать или сделать какой-то другой дозировки, или сделать как-то не так, то могут быть какие-то серьезные осложнения. Поэтому здесь важное качество иметь ответственность. Валентина Николаевна всегда у нас, соответственно, подходит к своей работе. В Международный день медицинской сестры Валентине Солодовниковой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области» за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Были награждены почетными грамотами различного уровня и другие медсестры – более 30 человек со всего региона. Светлану Андрееву, медицинскую сестру Майской районной больницы, отметили почетные грамоты губернатора. Мне нравится моя работа, я хочу в ней работать, и я думаю, что я не пожалела, что я выбрала эту профессию. Эти люди заслуживают самого искреннего уважения и почитания в своей профессии. Они делают все для того, чтобы пациентам облегчить боль, чтобы пациенту было гораздо легче переносить ту или иную манипуляцию. Ну и они делают то, что многие не могут даже сделать, будучи даже имея высшее образование. Сегодня 10 тысяч медицинских сестер работают в Ульяновской области. С прошлого года в регионе реализуется программа «Земская медсестра», которая предусматривает единовременную выплату 500 тысяч рублей сельским медсестрам. Такой возможностью уже воспользовались 9 медработников. Элла Шахова, Ксения Гриченко, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Они называют это реальным шансом заявить о себе и изменить мир вокруг. Новый проект помогает молодым и неравнодушным состояться в политике. Он носит название «Полит-стартап». В выходные прошли первые мастер-классы, а это общение с теми, кто работает на местах. Среди молодежи сегодня много людей, имеющих активную гражданскую позицию, желающих ее реализовать. Специально для них партия «Единая Россия» и организовала «Полит-стартап». Уже почти 3000 человек по всей России подали документы для участия в предварительном голосовании, а затем в осенней выборной кампании, в законодательные собрания и городские думы. Я бы отдельное внимание хотел бы уделить экологии. Помочь человеку по-новому взглянуть на окружающее его пространство. Помочь по-новому ему воспринять этот мир и сделать так, чтобы за каждый, не знаю, мусорный пакет, который он собрал где-то в парке, где-то в озере и сдал его на переработку, он чувствовал, пускай и небольшую, может быть, свою прямую выгоду. Еще, конечно, много предложений по культуре. Конкретное предложение, чтобы муниципальный заказ, который выполняет Дома культуры, они оставались в бюджете Домов культуры, чтобы они не переводились на районное управление культурой. Потому что иногда бывает так, что Дом культуры и муниципальный заказ дают больше, чем ему приходит денег. Хотелось бы, чтобы вот эти муниципальные заказы оставались на местах. Грамотные и желающие добрых перемен люди собираются на политстартапы в эти дни в 25 регионах России. В Ульяновской области участники кадрового проекта приступили к обучению. Наставники определены. Например, руководитель фракции «Единая Россия» Ростислав Эдвардс и председатель общественного совета проекта «Народный контроль» Эдгар Красаускас. «Определяем их цель, как они хотят идти, как они хотят двигаться. Наша задача, соответственно, научить их подсказать нужные моменты, чтобы они не делали тех ошибок, которые делают уже действующие депутаты. В данном случае здесь тоже закреплены ребята. Я их большинство, в принципе, всех знаю. И, соответственно, будем давать им тот опыт, который мы накопили сами, как уже состоявшиеся по политике. Будет ряд мастер-классов. Я лично буду рассказывать о массах публичных акций, как их проводить, как нужно проводить, как не нужно. Потому что много-много нюансов, много ошибок даже и сейчас. «Единый день предварительного голосования» пройдет 3 июня. Заявления принимаются до 15 мая. Участникам предстоят публичные выступления и встречи с избирателями. Ульяновские студенты отправились сегодня в Ставрополь на 26-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». 70 человек представят наш регион на одном из самых ярких и интересных творческих конкурсов. Ребята готовились несколько недель, разрабатывали программу, репетировали. Журналистам они раскрыли некоторые тайны своих постановок. У нашего героя победило творчество, несмотря на деньги. То есть он останется жить в одних штанах, в одной рубашке, но зато будет творить. Могу сказать, третий год, который мне удается вести программу. Третий год всегда очень крутая команда. Фестиваль включает творческие конкурсы по оригинальному жанру, региональным и деловым программам, журналистике, танцевальному, театральному и музыкальному направлениям. Мы нацелены лишь на победу, и мы это сможем. Ульянская область на старт в Ставрополь. И теперь с боевым настроем и студенческим задором ребята едут покорять Всероссийский фестиваль в край российской житницы. Студенческая весна пройдет там с 15 по 20 мая. Фотографии – это выражение впечатления. В Ленинском мемориале открылась юбилейная 50-я по счету фотовыставка «Ульяновская область. Территория талантов». Посвящена она сразу двум важным датам – 75-летию региона и 60-летию регионального отделения Союза журналистов России. Всего принять участие в фото вернисаже решили больше 60 фотографов. Они отправили на суд жюри более трех сотен снимков, но до самой выставки дошла лишь треть присланных работ. Выбрать лучших было совсем непросто, но каждый год эта выставка помогает открывать новые имена. Надо сказать, что в этот раз достаточно новые имена у нас побеждают, потому что есть мастера, которые побеждают всегда, потому что это мастер высокого пилотажа. В этом году у нас есть победитель, наш классик Ламзин, а все остальные люди достаточно молодые, достаточно новые, скажем так, в нашем фотовыставочном деле. Так что выбирать было непросто, но мы это сумели сделать. И именно Владимир Ламзин взял гран-при выставке благодаря портрету хирурга. Приз за оригинальный взгляд достался Владимиру Кочеткову, за новаторский Викторией Чернышовой в жанровой номинации победил Михаил Четин, в портретный Алексей Круглов. Самое лучшее спортивное фото сделал Владислав Никишин, событийная Наталья Дмитренко, а пейзажная Евгений Сафронов. Снова отличились на уровне ПФО. Ульяновская команда Росгвардии вошла в пятерку общекомандного зачета по плаванию, а сотрудник отряда особого назначения Евгений Денисов стал лучшим пловцом. Необычное для отрядов Национальной гвардии зрелище. Вместо спецформы – плавки и купальники. Вместо выполнения особых задач – прыжки в воду. Чемпионат по плаванию Приволжского федерального округа Росгвардии проходил в Пензенской области. За победу боролись 108 спортсменов из разных городов. Сильный состав выставлен по плаванию. Четыре мастера спорта, семь кандидатов. Остальные все спортсмены-разрядники, сборные команды, качественно подошли к отбору команд. Мастер спорта Евгений Денисов по возвращении на службу продолжает занятия в привычных залах родного подразделения. Спортсмен стал лучшим в ПФО на своей дистанции. Наша сборная территориального управления по Ульянской области заняла по итогам чемпионата четвертое место в общекомандном зачете. В личном зачете я на дистанции 50 метров брас стал победителем. Евгений уверен, вырваться вперед можно только усердно занимаясь. В таких тренировках сотрудники отряда особого назначения проводят по 4 часа ежедневно. К этому Евгению Денисову добавляется еще и бассейн. Интересно. Когда пошел заниматься плаванием, не умел плавать вообще. Хотелось научиться. Ну вот, немножко научился. На данный момент я являюсь мастером спорта России. Теперь победители соревнований в Пензенской области готовят к общеведомственному чемпионату в Санкт-Петербурге. Эдуард Истомин, Ксения Грищенко, Денис Миронов. Вести Ульяновск. Прогноз погоды завершит наш выпуск. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. До встречи. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Температура воздуха ночи по области от 3 до 8 градусов тепла. В Ульяновске от 4 до 6. Завтра днем по области от 22 до 27 градусов тепла. В Ульяновске плюс 24, плюс 26.